западные санкции в действии вот и популярные заграничные бренды машин массово покинули рынок россии ну не знаю разве что может какие-то стремянки будут собирать естественно эксперты прогнозируют падение авторынка и конечно же за все это опять придется платить обычным гражданам россии россия отброшена на 20 лет назад с рынка россии уже ушли ford бмв хундай ягуар лендровер mercedes audi volkswagen skoda citroen porsche suzuki lexus kia и mazda прекратится импорт производства своих напомню что до вторжения в украину в россии работало 23 автомобильных завода mercedes разной степени сложности вот импорт их прекратится производство также прекратится и ура патриотические заявления руководства агрессора относительно того что они национализируют эти производства и будут на них собирать не знаю разве что вот какие-то стремянки будут собирать российские политики создают видимость спокойствия и продолжают кормить граждан враньем заместитель председателя госдумы россии петр толстой кстати он про правнук известного толстого писатель который перевел когда-то пиноккио и сделал из него буратино сказал когда volkswagen уйдет из страны они будут производить тот же volkswagen только назовут его буратино они разве что из дерева могут изготовить буратино потому что человек просто не понимает что все технологии вся электроника это никогда в россии даже на сборочных заводах не производилась ну буратино не буратино она отечественный автопром россиянам теперь тоже очень сложно будет рассчитывать ведь детали для авто теперь не смогут закупаться за границей а соответственно и отечественные автомобили не смогут производиться и понятно что на заводе volkswagen если поставки прекратятся то на заводе volkswagen который национализирует смогут производить сами для запрыгания жеребцов более того автомобили на которых ездят обычные граждане россии скоро вообще могут остановиться и перестать работать современный автомобиль это сложная компьютерная система без соответствующего обновления они остановятся даже возможно гордость российского автопрома легендарная эта самая лада калина скоро станет не лучше лошади в упряжке в автомобиле таком как лада калина есть с есть абс есть системы автоблокировочные эти системы работают через электронику если электроники не будет то строя калину можно вернуть но без электроники ну и кстати говоря так же как и здесь скоро никто не сможет летать из-за отсутствия запчастей авиапарки остановятся и перестанут работать тоже на чем они летать будут потому что сейчас все авиапарки компаний российских у них где отозванные сертификаты их не будут принимать любом аэропорту они тоже зависимы от поставлявшиеся ранее из западных стран электроники на данном этапе поставка прекращена и понятно что летать никто не будет автомобили еще немного больше продержится то есть будут ездить на подержанных автомобилях пока не сломаются только вот естественно вся российская элита и владимир путин продолжают ездить на элитных автомобилях но опять-таки обычные россияны будут лезть из кожи вон чтобы отремонтировать свой честно заработанный автомобиль и ломать голову что делать дальше из-за варварского поведения своего правителя